доброго всем здоровья заболевания венозной системы вспоминая их мы порой недооцениваем опасность этой патологии и в данном случае речь идет не только о варикозном расширении вен это и тромбофлебиты и трофические язвы сегодня мы и попытаемся разобраться в многообразии этих проблем программе мы поговорим о разнообразии патологии венозного русла о первых признаках венозной недостаточности о диагностике и профилактике а также о современных хирургических методах лечения хронические заболевания вен нижних конечностей имеют огромное социально-экономическое значение как причина длительной нетрудоспособности населения молодого и среднего возраста по этой причине всемирная организация здравоохранения включила эту патологию в список болезни цивилизации согласно статистике болезнями вен нижних конечностей страдает 33 процента женщин и 20 процентов мужчин в россии это около 40 миллионов человек и ежегодно число увеличивается на два с половиной процента национальной особенностью венозной патологии у наших соотечественников является преобладание далеко зашедших и осложненных форм распутать клубок венозных проблем сегодня нам поможет руководитель центра флебологии сосудистый хирург высшей категории сергей геннадь савинов сегодня до нашей студии добрый день добрый день сергей геннадь и так патологии венозной системы это актуально сегодня очень актуально это болезнь цивилизации и процентов 30-40 населения в той или иной степени страдают варикозу о каких заболеваниях идет речь речь идет прежде всего варикозной болезни а хронической венозной недостаточности а тромбофлебитах а трофических язвах вот это наследственно 70 процентов то есть если страдали варикозом бабушка дедушка мама папа то есть возможность какая заполучить варикоз но среди так называемых факторов риска наверное не только наследственный фактор да это особенно касается наших девушек женщин потому что беременности роды они увеличивают риск возникновения варикозной болезни и поэтому женщину четыре раза больше болеют варикозом чем мужчины на образ жизни я имею ввиду трудов труда как люди сидячий образ жизни если на рабочем месте тоже наверно имеет значение конечно же вот особенно избыточный вес вот это статические нагрузки это все работы которые связаны с стоянием продавцы вот парикмахеры даже наши коллеги хирурги да это священники это полиция то есть те кто трудится на ногах это повара кондитеры факторы риска выражены особенно с избыточным весом здесь все понятно можем о симптоматике несколько слов с симптомы это наличие варикозных вен вот то есть пациент он всегда обнаружен на своей ноге нежелательные вены то ли это сосудистые сеточки то ли это уже выражены и варикозные вены вот и явление хронической венозной недостаточности которая к вечеру особенно развивается это отеки тяжесть боли это ночное судороги вот к утру это все проходит но доминирует варикозная болезнь до доминирует варикозная болезнь которая является системным заболеванием, это болезнь венозной стенки, это патология соединительной ткани. Здесь же также и родные братья и сестры этой болезни, как плоскостопие, это геморрой, это грыжи, это опущение почек, поэтому это соединительная ткань, системное заболевание. Слабая венозная стенка, отсюда все беды. Когда консервативные методы лечения становятся неэффективными, речь должна идти уже о хирургическом лечении. Вот о хирургическом лечении варикозного расширения вен наш следующий сюжет. В конце 19 века хирургами Трояновым и Транделенбургом была описана операция венэктомия. Из ног больного под общим эфирным наркозом через разрезы извлекались нефункционирующие варикозно измененные вены. В запущенных случаях таким образом извлекали до 50 метров больных сосудов. Эта манипуляция была довольно травматична и чревата осложнениями, оставляла на теле пациента многочисленные шрамы. Сегодня венэктомия ушла в историю и применима лишь в исключительных случаях. На данный момент мини-инвазивные методы лечения варикозной болезни являются мировым стандартом. Это лечение без разрезов, без швов, без рубцов и с проколов кожей иголочкой. К ним относятся радиочастотная облитерация и эндовенозная лазерная облитерация, которая в народе у нас наиболее просто называется лазер. Это происходит в амбулаторном режиме, то есть пациент приходит, заранее обследованное, естественно. Мы делаем ему или ту, или иную процедуру, то есть или РЧО, или ЭВЛО, и, соответственно, он через полчаса своими ногами уходит. Все это делается под местной анестезией. Никаких уколов в спину, никаких общих наркозов при этом не используется. Производится операция следующим образом. Мы заводим в вену через специальный катетер, через трубочку специальную, лазерный световод. Ну, в данном случае мы о лазере говорим. Доводим его до софенофеморального соусти. Это граница, скажем так, больной вены и здоровой вены. Делается анестезия тончайшими иголочками. Для анестезии используется специальная автоматическая помпа. То есть у нас процесс максимально автоматизирован. Включается непосредственно аппарат лазерный, да, и с помощью вытягивателя извлекается лазерный световод с заданной скоростью, с заданной энергией, что ведет к закрытию вены, к ее облитерации. Однако у болезней вен есть и гендерный аспект. Распространены случаи, когда для хирургического вмешательства на сосудах нижних конечностей нет показаний, но варикозно измененные вены делают неэстетичным вид нижних конечностей. Не каждая женщина знает, что от этого на самом деле очень легко избавиться. Есть два метода, которые позволяют это сделать. На сегодняшний день это склеротерапия и удаление остаточных сосудов мелких лазером. И тот, и тот метод их нельзя рассматривать отдельно, они друг друга дополняют. Дорогие женщины, если у вас есть проблема на ногах в виде сосудистых звездочек, знайте, что есть методы, которые позволят вам от них избавиться. Причем решить эту проблему можно в любом возрасте. Но, к сожалению, наши пациенты часто запускают заболевание и не обращают порой на него внимания. Да и просто некоторым времени не хватает для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье, в том числе и венозные системы. В таких случаях возникают очень серьезные осложнения. Но прежде чем мы об этом поговорим, все-таки давайте о современной диагностике. Да, так оно и есть. Наши пациенты должны обратить внимание на свои ноги. Если что-то из симптомов венозной недостаточности на ногах имеется, и они беспокоят и отечный к вечеру, и болевые синдромы, есть и варикозные вены, то, конечно же, номер один исследования – это ультразвуковая диагностика вен нижней конечности, которая практически сейчас в любом городе проводится. Есть специалисты-флебологи, которые очень хорошо знают венозную систему. Они могут отличить нормальную, здоровую вену от патологической вены. Не все внимательны к своему здоровью, и бывают очень серьезные осложнения варикозной болезни. Давайте несколько слов об этом. Да, я вот хочу сказать, что все-таки варикоз, он проявляется не сразу. То есть он постепенно, из года в год наращивает свои обороты. И есть международная классификация, СИАП, 6 стадий. И вот уже пятая, шестая стадия заболевания – это уже как такой финальный аккорд от формирования трофической язвы. Вот когда у пациента появляется уплотнение внизу голени, когда коричневое окрашивание, и там появляются уже симптомы, предвестники трофической язвы, надо, конечно же, сразу же обратить на это внимание, обращаться к специалистам. И второе очень грозное осложнение – это практически скорая помощь, это тромбофлевит. Когда в вене, ввиду неправильно извращенного патологического кровотока, формируется тромб. Это ситуация скорой помощи, и такие пациенты, конечно же, они должны быть сразу осмотрены хирургом, лучшесосудистым хирургом, флебологом. И ряд тромбофлебита должен быть госпитализирован в стационар, может быть, даже для проведения хирургического лечения. То есть амбулаторно, по сути, тромбофлебиты не лечатся. В профилактике многих заболеваний большой эффект имеют растения, и эффект при варикозном расширении вен называют венотоническим. Об этом в следующей рубрике. Растения, оказывающие благотворное действие на вены нижних конечностей. Каштан конский нормализует тонус кровеносных сосудов, активизирует кровоток, препятствует образованию тромбов. Толстянка оказывает противовоспалительное действие, снимает отечность. Чистотел разжижает кровь, снимает спазмы сосудов, оказывает губительное действие на микроорганизмы, снимает воспаление. Адуванчик ускоряет регенерацию тканей, борется с воспалением, оказывает обезболивающее действие, снимает лимфостаз. хотелось бы конечно обратиться к нашим зрителям вот и сказать что действительно это миф который создали который не работает вот как никакими мазями никакими таблетками варикозную болезнь не вылечит спасибо вам большое я думаю что сегодня мы очень важные дали рекомендации нашим телезрителям причем рекомендации от профессионала человека который сколько лет вы в этой области 30 лет посвятил как раз изучению проблем варикозной болезни спасибо вам большое все я хочу пожелать здоровых ног нашим пациентам чтобы они вот вовремя обращались и не доводили до осложнений спасибо большое наш следующий сюжет адресован тем кто столкнулся с осложнениями венозной болезни о лечении трофических язв расскажут хирурги флебологи игорь сергей какие возможны осложнения варикозной болезни среди осложнения варикозной болезни чаще всего встречается это тромбоз самое опасное осложнение также это может быть кровотечение из варикозной вены и одно из самых распространенных то что чаще всего встречается в пожилом возрасте это трофические нарушения кожи которые могут быть выражены в виде дерматита экземы или непосредственно уже самой трофической язвы какие существуют методы лечения трофических язв существует два основных метода лечения первое это конечно консервативное лечение которое включает в себя медикаменты, перевязки трофической язвы, ну и основа, конечно, это компрессионное лечение. В острой стадии могут использоваться различные эластичные бандажи, а потом это компрессионный трикотаж. Венотоники – это препараты, которые в первую очередь действуют симптоматически, то есть они убирают симптомы варикозной болезни, такие как отеки, чувство тяжести, распирание, дискомфорт, боль. То есть это основная их задача. В большинстве случаев, то есть нет доказательной базы, что они дают уменьшение, снижают прогрессирование заболевания либо препятствуют его осложнениям, то есть в основном они эффективны в комплексе. Конечно, когда если пациент уже дошел до трофической язвы, мы их можем использовать в комплексном лечении, конечно, они имеют здесь клинический эффект, однозначно. Но лечить венотониками варикозной вены и надеяться, что они исчезнут, конечно, это профанация. Если у пациента уже начали формироваться трофические нарушения, я хочу сделать на этом акцент, то есть это пятна коричневые, которые появляются в области варикозной вены. Как правило, это нижняя треть голени в области лодыжки. Какие-то покраснения в области дерматита либо уже полноценно формирующаяся трофическая язва надо не затягивать и сразу обращаться к специалисту. Конечно, это должен быть либо сосудистый хирург, либо более узкий специалист. Это флюболог, который точно поставит вам диагноз, выяснит причину и поможет максимально решить этот вопрос. На самом деле, есть особенность лечения трофических язв при варикозной болезни. Многие пациенты, да и доктора думают, что если есть трофическая язва, нужно лечить, в первую очередь, трофическую язву. На самом деле, абсолютно не так. То есть мы должны убирать ее причину. То есть мы должны убрать патологический кровоток в венах. И на самом деле, достаточно просто самых стандартных перевязок и компрессии, то есть компрессионного трикотажа в послеоперационном периоде, чтобы эта язва зажила, потому что улучшается кровообращение. То есть нам надо только нашему организму помочь. Как бы ни были страшны заболевания венозной системы, при соблюдении элементарных правил, о которых сегодня, кстати, мы говорили в программе, можно сохранить свое здоровье, чего мы вам искренне и желаем. Но если остаются еще какие-то проблемные вопросы, ждем ваших писем, а также телефонных звонков по номеру телефона, который указан на экране. Я уверен, что мы ответим на все без исключения темы, которые вы предложите. Всего вам самого доброго и, пожалуйста, будьте здоровы!